Свои услуги участники преступной группировки активно рекламировали на территории столичных ярмарок и рынков при помощи вот таких листовок. Логика ясна, клиентов там хоть отбавляй. Злоумышленники настойчиво предлагали мигрантам помощь в оформлении документов. Обещали поставить гостей столицы на регистрационный учет и выдать соответствующие свидетельства. В рекламных флайерах были указаны номера телефонов для связи и адреса сайтов, на которых можно было разместить заявку. При этом клиентов уверяли, что все по закону, регистрации будут подлинными и уйдет на это минимум времени и сил. Но не денег. Цена вопроса от одной до нескольких тысяч рублей. Срок изготовления, они говорили о том, что будет один день, без предоставления каких-либо документов и посещения подразделений ФМС России. Для того, чтобы убедить клиентов в законности своей деятельности, члены преступной группировки представлялись сотрудниками Департамента миграции граждан. На деле же документы миграционного учета оказывались обычной подделкой. Злоумышленники изготавливали их собственноручно на дому, а полученные деньги делили между собой. То есть вы представляете поддельную регистрацию клиенту? Ну это не регистрация, это бумажка просто. И люди понимают, что они покупают. По материалам следствия, этническая преступная группировка действовала более года. В нее входили 12 человек. Всех их полицейские задержали. Роли в банде были четко распределены. Диспетчеры, курьеры и те, кто собственно и печатал подделки. Что делали? Развозил конверты, кажется, и все. Так, по большому счету. И не повышал. По деньги, вы сказали. Ты же знаешь, что регистрация по деньги. Ну вот это да. Люди же, когда разворачивают, они смотрят визуально. И поэтому они задавали вопросы, на которых мне приходилось отвечать. И что бы отвечать? Ну, что в основном, те, которые документы стоимостью ниже тысячи рублей, они поддельные. Но и дешевые, и дорогие регистрации были всего лишь фикцией. В квартиру к одному из подозреваемых оперативники прорвались с трудом. Открывать дверь мужчина не хотел. Откройте. Полиция здесь, не говорю. Стражи порядка были вынуждены применить силу. Подозреваемый просто тянул время. Ему нужно было уничтожить улики. Но он не рассчитывал, что полицейские предусмотрели и такое развитие событий. Это ваш документ? Да, это мой. Печать документа ваш? Да. А что они здесь делают? Я их выбросил. С какой целью? Дверь в одну из. Полицейские провели более десятка обысков не только в Москве и области, но и в Краснодарском крае. Там был задержан организатор незаконного бизнеса. Обнаружены и изъяты электронные компьютерные носители, содержащие информацию о преступной деятельности и конкретных ее преступлениях, поддельные свидетельства о регистрации, бланке уведомлений, печати и штампы, готовые поддельные документы, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Восемь задержанных заключены под стражу. Остальные находятся под домашним арестом.